доброе утро уважаемые трейдеры приветствую всех на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем обсуждать ключевые фундаментальные события которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал на ютюбе оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки за минувший день ситуация в плане фундамента на рынках существенно не изменилась трейдеры обсуждают потенциальной кадровой перестановки уже новоиспеченного американского президента джо байдена очень скоро будет представлен документа потенциальных 100 дней первых президентства байдена как правило это дорожная карта первых реформ и изменений которые могут произойти в экономике но все это друзья шум потому что прекрасно оценивая адекватно оценивая текущие реалии мы безусловно понимаем то что байден каким бы демократом он не был прежде всего для него будет необходимо решение одной задачи это смягчение последствий к вида влияние негативнейшего на американскую экономику кстати говоря сегодняшний день очень важен для нас для трейдеров в оценке того насколько это влияние пандемии негативно для сша потому что сегодня друзья выйдет целый блок макроэкономических данных обычно серия релизов такого масштаба размывается на несколько дней но завтра в штатах выходной поскольку день благодарения и статистики представить всю информацию сегодня речь идет о данных по личным доходам по личным расходам по заказам на товары длительного пользования годовые данные по вопе окончательная оценка за третий квартал рекомендую сразу открыть экономический календарь компания маркетс и посмотреть какие же прогнозные значения можно сейчас ожидать публикации вы легко друзья убедитесь в том что преимущественно все трейдеры эксперты аналитики ждут ухудшения показатели это логично потому что ранее мы видели слабые данные по рынку труда по роничным продажам по потребительской активности поэтому сегодня можно рассчитывать на спад и личных доходов личных расходов а если денег нет то каких экстра расходах на заказы на товары длительного пользования может быть идти речь все взаимосвязано друзья и я обращаю ваше внимание на то что сегодняшний блок макроэкономических данных еще раз напомнит нам в каком тяжелом положении находится американская экономика ранее я говорил не наверное порадовал тех кто ставит на снижение курса доллара новостью о том что минфин в при байдене возглавит джанет елен этот политик нам очень хорошо известен именно она стала родоначальником безумного стимулирования монетарной политики в штатах она очень хорошо ладит с джеромом паулом и может получиться очень хороший тандем федрезерва и минфина то есть по сути все денежные власти будут отвечать за агрессивное стимулирование американской экономики это нам необходимо вы знаете я вспомнил месяц или чуть больше назад мне удалось посмотреть трансляцию выступления джанет елен в одном из американских университетов как раз по вопросам экономики политики тогда уже реагируя на то что происходит с американской экономикой за ковида она весьма импульсивно критиковала действия конгресса за их бездействие протестия за такую тавтологию и думаю легко согласиться тем что конгресса реальность сейчас очень сильно уже застопрился с вопросом выделения экономики предоставления и дополнительных денег эти деньги крайне необходимы тогда джанет елен в принципе отметила что если бы сейчас была бы возможность надавить на руководство конгресса то она первым делом сделала бы это потому что сейчас не поддерживая малый бизнес безработных конгресса создает условия при которых американская экономика окажется в очень серьезной рецессии логичный вывод а если действительно у нее будет власть то есть она получит полномочия главы минфина то можно точно рассчитывать на в на реализацию вот этих вот обещаний на мощное стимулирование американской экономики и я думаю что пакет госпомощи может превысить даже три триллиона долларов а если мы будем говорить например о горизонте первых на шести месяцев 21 года то в экономику может быть влито больше пяти триллионов долларов друзья сами делайте выводы что произойдет с этим с курсом доллара судя по текущей динамике индекс американской валюты он реально начинает уже паниковать понимать что рост денежной массы в таких масштабах открывает возможность только для одного движения еще более глубокой коррекции потенциальные закрепления ниже 90 пунктов поэтому в сухом остатке друзья у нас остается идея продажи индекс американской валюты я очень рассчитываю на то что вы не стали выкупать и на каком-то непонятном для меня фундаменте на каких-то причинах если у вас есть какой-то железобетонный довод в пользу того что доллар будет расти welcome пишите а в комментариях я думаю что эта информация будет полезна ставим на снижение индекса доллара покупаем европейскую валюту и уже котировки 1.19 наша ближайшая цель 1.1950 фунт против доллара 1.3352 друзья не буду повторяться вы знаете мою позицию здесь без комментариев но хочу отметить что последние заявления от представителей делегации переговорщиков и и с и англии не позволяют нам сейчас говорить о том что прогресса достигнут и сделка вот-вот будет подписано вероятность жесткого брейкзита все еще сохраняется доллар канадец друзья поздравляю мы достигли нашей цели 1.30 спокойно убираем про запас этот дуэт а финансовых активов и пока не лезем как в плане перезахода в этот трейд новозеландец против доллара здесь тоже друзья принимайте поздравления цель ближайшая достигнута 0.70 но сегодня после заявления главы резервного банка новой зеландии ора я могу точно сказать что курс регулятора новой зеландии будет дальше направлен еще большее ослабление национальной валюты потому что глава резервного банка новой зеландии подтвердил что только лишь благодаря мягкой экономической политики и слабой национальной валюты можно претендовать на хорошее начало двадцать первого года то есть фактически глава резервного банка новой зеландии заявил о том что национальной экономике нужна дешевая валюта австралийц против доллара здесь мы тоже на ближайшем целевом ориентире уже но 73 51 а цель следующий но 75 по поводу рынка нефти 48 23 друзья но здесь я тоже без комментариев рынок существенно перекуплен вчера вышли данные от американского института нефти запасы выросли по идее вот она возможность для коррекции но рынок на этом снова обновил локальный и многомесячный максимум сегодня 18 30 данные по запасам уже от официального источника от администрации энергетической информации но по аналогии я делаю вывод о том что сейчас рынком нефти править спекулятивный капитал как например на рынке криптовалют и за счет этого капитала сейчас деньги идут к целевому значению допускают что по бренду это 50 долларов за баррель только после этого можно будет рассчитывать на какую-то коррекцию друзья на этом собственно все спасибо вам за внимание и хорошей торговой сессии всем пока